В Югре продолжаются осенние каникулы. Ежедневно школьники посещают экскурсии, презентации, мастер-классы дистанционно. Делать это можно, не выходя из дома. Да еще оказываться в числе первых. Например, выставку Нижневартовского краеведческого музея пока смогут увидеть только воспитанники онлайн-лагерей. Экспозиция посвящена 75-летию Великой Победы и включает в себя более 100 предметов. Что еще подготовили педагоги и краеведы для юных югорчан, узнавала Елена Составова. Если не ошибаюсь, есть пропуск и листовка, которую немцы разбрасывали среди красноармейцев. Конечно, выставку от Берлина до Самотлора хочется увидеть своими глазами. Здесь очень атмосферно. Экскурсовод поведет юных зрителей вдоль деревянных стен, военных блиндажей, мимо осколков снарядов и черно-белых фотографий. Впечатляет возможность ознакомиться с подлинными документами, которые редко извлекают из фондов хранения. Это письма, фотографии, личные вещи фронтовиков. Некоторые письма пришлось отреставрировать, прежде чем показывать на выставке. Письма – это самое трогательное, то, что без слез невозможно читать. Вот, допустим, на этой витрине письма Лесникова, это наш земляк, он из Ларьяка был, своей семье Ларьяк. Это человек, до которого дважды приходила похоронка. В период пандемии музейные работники по-прежнему занимаются поиском и восстановлением исторических фактов. И даже совершают открытия. До сих пор считалось, что на фронт из села Нижневартовское было призвано 100 человек. Последние исследования показали – их было больше практически в два раза. Есть и другие находки. Сейчас увидеть экспозицию смогут только воспитанники онлайн-лагерей. Но краеведы обещают – выставка обязательно дождется снятия ограничений и реальных посетителей. И основные, конечно, вещи, которые здесь будут у нас на нашей открытке, они посвящены празднику. Это вот такая вырубка. Ее называют вырубкой. Она выполнена из тонкого картона. Я заранее ее расписала. Это вырубка – орден Отечественной войны. Тему Великой Отечественной войны подхватили и педагоги Нижневартовской школы искусств номер 2. Они подготовили несколько мастер-классов в рамках онлайн-фестиваля Нижневартовск-сувенирный. Буквально за полчаса здесь можно узнать, как изготовить символ победы или открытку ветерану. Мы организовали площадку в группе ВКонтакте. И была возможность у людей как принимать непосредственное участие, когда идет мастер-класс, так и просмотреть потом многократно для того, чтобы освоить какой-то отдельный элемент. Также на электронной площадке фестиваля можно найти уроки по изготовлению хантыйских кукол, окань и ворона, посуды из бересты, изучить орнаменты и знаки северных народов, научиться делать украшения из стекла, ягоды югры, венок из таежных даров или освоить гончарное ремесло, создавать и расписывать чайники, вазы, тарелки. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра», Нижний Вартовск. Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра»